Ваш успех зависит из умения в любой ситуации договариваться с наибольшей пользой для себя. Если вы не умеете договариваться, соблюдая свои интересы, то автоматически становитесь жертвой тех, кто лучше владеет переговорным искусством. Брайан Трейси. Переговоры. Издательство МАН. Иванов. Фербер. 2014 год. Здравствуйте. Это Сила Знания. Программа для тех, кто любит и читает книги, потому что они вдохновляют на изменение себя и жизни вокруг. Один из важных навыков в жизни, который необходим любому человеку, любой профессии, возраста, социального статуса, важен как на работе, так и дома это умение вести переговоры и договариваться. Почему? Потому что, как справедливо подметил Брайан Трейси, мировой гуру в психологии успеха и достижений, вся наша жизнь, от колыбели до могилы, одни долгие переговоры. Процесс не останавливается ни на минуту. Остается только одно. Учиться искусству переговоров. И поверьте, это под силу каждому. Книга Брайана Трейси. Переговоры. Отличный старт в увлекательный мир. Всего 130 страниц. Книгу можно проштудировать за вечер. Информация изложена в сжатом виде. Все только по существу. Нет воды. Автор дает инструменты для успешного ведения переговоров и приводит примеры из жизни в качестве иллюстрации их применения. Давайте рассмотрим некоторые из них. Во-первых, переговоры бывают разными. Все зависит от того, чего вы хотите. Получить одноразовую выгоду, заключить сделку с человеком, которого больше не увидите, или установить долгосрочное партнерство, выгодное для обоих сторон. Для решения своей задачи используйте разные модели переговоров. Брайан Трейси рассказывает о шести таких моделях. Вот только одна из них. По мнению автора, она самая лучшая. Модель. Победа. Победа. Процитирую. В таких переговорах обе стороны чувствуют, что выиграли. Считают, что заключили отличную сделку, удовлетворены итогом, полны энтузиазно исполнить свои обязательства. Отлично. Во-вторых, их книги вы узнаете, что делать с эмоциями при переговорах. Согласитесь, это ключевой фактор. Эмоции могут как помочь переговорному процессу, так и навредить ему. Не случайно одна из глав книги называется «Влияние эмоций на ход переговоров». Брайан Трейси рекомендует сохранять во время дискуссий буддийское спокойствие. Вот еще одна цитата на эту тему. Сделайте для себя правилом не принимать важных решений и ни на что не соглашаться, будучи во власти эмоций. В-третьих, в отдельной главе автор разбирает очень часто встречающийся и очень щепетильный вопрос. Переговоры о цене. Как добиться для себя оптимальной цены? Снова заглянем в книгу. Мне понравилась такая стратегия Трейси. Он называет ее «кусать понемногу». И снова цитата. Согласитесь на цену и условия. Ведите себя так, словно сделка – дело решенное. Продавец уже думает, что продал свой товар по устраивающей его цене, и тогда вы добавляете дополнительные условия. Например, вы можете сказать продавцу. «Хорошо, я согласен, если доставка будет бесплатной». Это только одна из стратегий, которые помогают вам договориться о выгодной для вас сделке. В книге вы найдете пять таких стратегий. А еще вы знаете о китайском методе заключения договоров. Известно, что западный и восточный подход к ведению бизнеса отличаются друг от друга. Например, если на Западе договор заключают в конце обсуждения, то китайский договор – это только начало дискуссии. Трейси пишет, что у него есть клиенты в более чем 60 странах. При этом все его многосторонние контракты на тысячи долларов умещаются на паре страниц, потому что он заключает китайский договор. О том, что это такое, узнайте из книги. В заключение отмечу. Первый шаг на пути о владении искусством переговоров – это начать думать как переговорщик. Уверен, в этом вам непременно поможет книга Брайана Трейси «Переговоры». Информативная, легко читаемая, базовая книжка по саморазвитию навыков переговоров. Рекомендую. И помните, договориться можно обо всем. А теперь отличная новость. Вы можете получить в подарок эту или другую книгу. Узнайте как прямо сейчас. Внимание! Программа «Силы знания» объявляет конкурс на лучший отзыв о книге. Возьмите одну, понравившуюся вам книгу. Расскажите, чем она вам понравилась? Что произошло после того, как вы ее прочитали? Как она повлияла на вашу жизнь? Это может быть любая книга, но обязательно из серии «Деловая литература». Напишите отзыв, пришлите его нам. В каждой программе мы будем объявлять одного или даже несколько победителей и дарить им книги. Те книги, о которых я рассказываю в передаче. Итак, берите книгу, читайте, пишите отзыв и присылайте его на электронную почту. Запишите адрес newssobachka.jason.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова